Тело насекомых покрыто хитиновым панцирем, который выполняет барьерную функцию, препятствует излишнему испарению воды и играет роль наружного скелета, защищая тело от потери влаги, механических повреждений, воздействия ультрафиолетовых лучей. Наличие хитиновой капсулы препятствует постоянному росту тела, поэтому насекомые линяют. Старый хитиновый панцирь отстает от тела, а эпители выделяет новый, и пока он не приобрел нормальной прочности, организм быстро растет. Кожа насекомых богата разнообразными железами, восковыми, пахучими, ядовитыми, выделение которых играет важную роль в жизни насекомых. В коже расположены также различные красящие вещества, определяющие окраску насекомых, а краска может быть покровительственной, предупреждающей. Тело насекомых разделено на три отдела – голову, грудь и брюшко, каждый из которых выполняет определенную функцию. На голове находятся основные органы чувств, позволяющие ориентироваться в пространстве и ротовой аппарат. В грудном отделе у насекомых сосредоточены основные органы передвижения, двигательные конечности и крылья. Брюшко – отдел, в котором сосредоточена основная масса внутренних органов. Такое деление тела на отделы хорошо прослеживается у большинства взрослых насекомых и бывает невыражено у личинок и у некоторых взрослых насекомых, строение которых изменилось под влиянием неподвижного или паразитического образа жизни. Сегменты головы слиты в общую массу. На голове находятся сложные глаза, между которыми могут находиться несколько простых глазков, антенны, ротовой аппарат. Ротовой аппарат насекомых образован четырьмя парами видоизмененных конечностей. В зависимости от характера питания ротовой аппарат может быть различного типа – грызущий, сосущий, лижущий. Антенны или усики состоят из одного ряда членников различной формы. Антенны выполняют осязательную и обонятельную функцию, служат для восприятия температуры, влажности воздуха, ультразвука. Грудных сегментов у насекомых всегда три. Каждый грудной сегмент несет по паре ног. А у многих насекомых на втором и третьем сегментах расположены органы полета, крылья. В грудном отделе сосредоточена основная двигательная мускулатура насекомых. Конечности насекомых состоят из ряда членников – тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки. Конечности способны к разнообразным движениям. Разнообразие условия обитания насекомых привело к возникновению различных типов конечностей. Наиболее распространенные среди насекомых бегательные ноги, например, у тараканов. У животных, способных совершать прыжки, таких как кузнечики, бедро и голень задней пары ног, сильно вытягивается. У роющих насекомых, медведок, все ноги, а в особенности передние, укорачиваются, становятся массивными и приобретают мощное вооружение из хитиновых зубцов. Плавательные конечности водных жуков сплющены в виде весла и снабжены густым рядом упругих грибных волосков. Характерная особенность многих насекомых – способность к полету, возможно благодаря наличию крыльев. Крыльев у насекомых – одна или две пары. Они представляют собой боковые выросты стенки тела и образованы тонкими мембранами, натянутыми на каркас жилок, по которым в крыло проникают трахеи, нервы и полостная жидкость. Движение крыльев у насекомых – результат работы сложного аппарата и определяется с одной стороны особенностью сочленения крыла с туловищем, а с другой – действием специальных крыловых мышц. В различных отрядах насекомых передние и задние крылья могут быть развиты по-разному. Только у наименее специализированных насекомых, например, стрекоз, обе пары крыльев развиты одинаково, хотя и различаются по форме. Для жуков характерно преобразование передних крыльев в толстые и твердые надкрылья, которые почти не участвуют в полете и в основном защищают спинную сторону тела. Настоящими являются лишь задние крылья, которые в состоянии покоя спрятаны под надкрыльями. К отряду полужестокрылых относятся насекомые, у которых затвердевает только половинки надкрыльев. У двукрылых насекомых вторая пара крыльев превращается в жужжальца – образование, служащее для стабилизации полета. Среди насекомых есть первично бескрылые формы и виды, у которых крылья редуцировались, как правило, вследствие приспособления к паразитическому образу жизни, к примеру, у вшей и блох. Брюшко – последний отдел тела насекомого. Количество сегментов, входящих в его состав, варьирует от 6 до 10 у разных представителей класса. В нем находится большая часть внутренних органов. На конце брюшка у самок развит яйцеклад, служащий для откладки яиц. У пчел, ос, муравьев яйцеклад превратился в жало, внутри которого проходит проток ядовитой железы.